Самый дорогой и самый невезучий. Единственный туалет на Нижневолжской набережной после двухлетнего ремонта наконец-таки заработал, но подорожал. Туалетный модуль за 5 миллионов рублей установили еще летом 2019 года, но не проработав и месяцы, какие-то одаренные личности его завандалили. С тех пор он стоял на набережной памятником, и вот счастливый день наконец настал. Туалет открыли, но не за 20 рублей, а за 50. Ну пирожок 30, а сходить в туалет попищить 50. Обдираловка. Не пойду, я лучше вон где-нибудь в уголочке схожу. Так и передайте все. За 50 рублей. Туалет за 50 рублей, но это слишком, конечно. Я, понятно, я девочка, мне придется идти, а мужчина, мне кажется, в угол будет куда-нибудь ходить за Костик. Ну если очень приспичит, ты 50 рублей отдашь. Ну если приспичит, то адекватно. Если честно, ребенку захотелось, некуда сходить. Приходится из-за таких денег. Здесь такая набережная, здесь гуляет много людей, и соответственно, и нужно даже справить негде. И на камеру вот сказано, у нас сейчас такая же была проблема. Мы искали туалет, мы обошли всю набережную, ни одного туалета не нашли. Изначально ход намеревался по 20 рублей, а потом передались частные руки, и цена поднялась до 50 рублей. Если те, кто его поставил, хотят, чтобы она купилась, цену надо все-таки снизить. Хотя бы рублей до 30. И если цена будет оптимальной, то люди будут ходить. Кстати, цена на туалет подросла из-за того, что городские власти сдали его в аренду. В условиях договора указано, что рекомендованная стоимость услуги не более 60 рублей. Арендатор сделал 50. Ну и сообщим, что еще один туалет есть на площади Маркина. Хорошая альтернатива.